Здравствуйте, дорогие друзья! Центральная городская библиотека имени Михаила Васильевича Ломоносова «Архангельска» начинает прямую трансляцию программы «Авторитет имени. Открытая гостиная». Все, кто к нам присоединился, могут писать в чате свои вопросы и пожелания. Меня зовут Любовь Горганчук, а гость нашей программы – известный архангельский актёр Илья Логинов. Это правда. Но Илью не нужно особенно долго представлять, потому что он в нашем городе человек очень известный. У него очень много зрителей, которые с удовольствием ходят на его концерты. Илья работает в Архангельском театре «Кукол» с 2004 года, после окончания Ярославского театрального института. Точно. И не только занимается театральным мастерством, хотя на этом поприще сделал большие успехи. Неоднажды участвовал в международных и областных фестивалях театрального искусства. И я помню, как совсем недавно были вы лауреатом фестиваля «Ваш выход», актёрского областного фестиваля. Партнёры по сцене отмечают вашу открытость, трепетные отношения профессии, стремление к новому, неординарному. Да, это точно. И вместе с вашей супругой, актрисой Марией Корнеевичевой, вы создали свой семейный театр «Понарушку», в котором показываете не только детские спектакли, но также и много литературных программ у вас там идёт, литературных спектаклей по творчеству различных поэтов и прозаиков. Ну, меня вот очень интересует, какую работу по дополнительному образованию вы проводите для семейного воспитания, для гармонически развитой личности подрастающей в вашем театре «Понарушку». Вот как вы сразу так, да? Театр «Понарушку» в принципе создан изначально как театр-студия семейная, то есть и создан с семьёй, и для семейных посещений. Это как бы акцент номер один работы театра-студии «Понарушку». Мы, продолжая славные традиции Архангельского театра «Кукол», верим в то, что посещение театра в юном возрасте желательно, чтобы сопровождалось взрослой компанией, компанией родителей. Мол, в этом раннем возрасте совместность проживания очень важна. Индивидуальность постепенно выпистывается, а семейность – вещь нужная. Вот. Поэтому мы приветствуем посещение наших спектаклей детьми и родителями совместно. Обратную связь всячески желаем и поощряем. То есть, если с нами кто-то хочет говорить о том, что мы делаем, мы с интересом и часто с удовольствием это слушаем и берём на вооружение. Спектакли есть для разного возраста. И мне кажется, что переход от градации к градации от трёх лет до пяти лет и дальше в более осознанные, более сознательные возрастные категории – это всё мы по возможности нашим репертуаром обеспечиваем. Работа с качественным материалом. Если уж на ваш вопрос отвечать, что мы делаем для того, чтобы это гармоничное развитие происходило, работа с хорошим словом, работа с хорошим сырьём. Не то слово, конечно, нельзя говорить про литературные произведения, что это сырьё по отношению к театральному выступлению. Но пусть так. Вы, я думаю, поймёте, что я имею в виду. Хорошее, проверенное временем слово. Но ведь вы проводите там мастер-классы. Есть такое дело, да. Вообще, будет честнее и правильнее сказать, что Мария Корнеевичева – это автор номер один в театре-студии «Понарошку». Это её авторский проект. Я в нём принимаю активное участие, формирую репертуар, участвую практически во всех постановках, но идейное наполнение – это от Маши, конечно. И в этом она большой и последовательный молодец. Мастер-классы, театральные студии, работа с детьми – это, по большому счёту, её отчина. Ей в этом хорошо, и она в этом больших успехов достигает. Я за неё очень радуюсь. Да, вот сейчас вы снова приглашаете на спектакль «Колобок». Маленьких зрителей с родителями. Я видела эту вашу постановку, и у вас там очень интересные декорации. Это тоже заслуга вашей жены, да? Идея её воплощали вместе, но импульс от Маши исходил. Да, то есть там всё сделано своими руками. Принципиально. Кукольник, как профессия, на мой взгляд, состоит не только из исполнения, но и из создания всего, что потом на сцене предъявляется. Мне нравится такое широкое понимание профессии кукольника. Придумал, сделал, выступил, получил либо помидор, либо цветок в результате. Это нормально. Да, это просто здорово. Вот ещё Цицерон заметил. Поэтами рождаются, ораторами становятся. Ну, вероятно, нужно и актёрам тоже родиться. Многие молодые люди, начиная с самого раннего возраста, мечтают стать артистами. Вот что вы можете посоветовать тем, кто желает, чтобы такая мечта осуществилась? Артист – вещь очень, как говорят, товар штучный. И чем дольше я живу, и чем больше нас, артистов, на планете становится, а нас становится больше. Да. Тем больше я в этом убеждаюсь. Нет, мне кажется, такой технологии, которая сделает из человека хорошего артиста. Нет, понятно, что есть актёрские школы, понятно, что есть техники актёрские. Я не об этом, я о нутре. Вы знаете, мне кажется, что всё равно всё начинается со стремления идти своим путём. Не бояться оступаться и даже не бояться быть плохим. Актёр – это не обязательно хороший человек, поймите меня правильно. Ну, вот Константин Райкин заметил как-то, что актёрская профессия, она такая, которая требует многих умений. Я думала, что вы посоветуете юному поколению заниматься в музыкальной школе, ходить на хореографию, много читать. Сами-то вы как готовились к актёрству? Это как раз то, что я про технику говорю. Это всё включает в себя, конечно, занятие и пластикой своей, и чувством ритма, и чувством слова, и памятью. Это всё тренируемо. Мне кажется, что в этом растущем потоке актёров всё большую роль играет личность. Иногда на сцене ты видишь актёра, который по всем параметрам мимо. Он поёт приблизительно, он двигается специфически, но он настолько изнутри из себя излучает что-то самостийное, что за эту самостийность прощаешь все технические натяжки. Я на сегодняшний день, так моя жизнь складывается, больше верю в такого актёра, и даже шире артиста, художника, человека, который экспериментирует с собой. В результате ищет и, дай бог, находит что-то своё. Да, вот про Куджаву говорили, что он не умеет. Не умеет. Плохие у него стихи и так далее. Да, и у него стихи тоже плохие, да? Да, там даже три параметра было. А какая личность – легенда 20 века? С этим не поспоришь. То есть личность. И вы совершенно правы. Вот как раз мы подошли к этому вопросу, что вы много работаете в жанре литературного театра. И я думаю, что если вы будете перечислять авторов, к творчеству которых вы не просто прикоснулись, а выпустили программы, показали зрителям, и зрители дали свои отзывы на ваши литературные спектакли, с какими авторами вы работаете, как вы их выбираете, и как вы вообще готовите литературный спектакль? У вас есть какие-то секреты в этом деле? Секреты глубоко личные. О них можно рассказывать, вряд ли их получится кому-то взять на вооружение. То есть это как раз вопрос не технологии, а такой человеческой встречи с автором. Мне, например, долгое время был не симпатичен как автор, как поэт Сергей Есенин. Я не находил совершенно никаких резонансов в себе, однако со временем сделал программу по его стихам, и, признаюсь, когда погрузился в это дело, много для себя открыл. Нет, я не скажу, что кардинальный мой взгляд на творчество Есенина изменился. Какие-то вкусовые, например, вещи я бы как автор... Ну, я бы на это не пошел из того, что делает он. Речь не об этом. Речь о том, насколько ты позволяешь собеседнику, в данном случае Есенину, да, например, погрузиться в тебя и что-то с тобой сделать. Как говорил Евгений Павлович Леонов, роль у артиста не получится, если она не стала для него событием. Если она что-то не перевернула в его жизни. Вот, наверное, в этой открытости тому, что к тебе в жизни приходит, и тем, кто к тебе в жизни приходит, заключается один из секретов успеха вообще в искусстве. Разные совершенно авторы у меня в репертуаре, и я очень рад, что такая палитра, такой спектр знакомств в моей жизни присутствует. От таких крепкотемпераментных товарищей, как Высоцкий или Маяковский, до полупрозрачных, странных Тарковского. Вот к Пастернаку я ближусь, наверное, приближусь скоро. Последняя работа была над творчеством Леонида Филатова. Давайте прочитаем чего-нибудь. Давайте с удовольствием мы послушаем. Мне очень нравится интонация этого человека, этого поэта. Мне кажется, в ней очень много четкой, здоровой, ироничной рефлексии. Я не гений. В 15 лет, продутый на ветру газетных и товарищеских мнений, я думал, окажись, что я не гений, я в тот же миг от ужаса умру. Садясь за стол, я чувствовал в себе святую безоглядную отвагу. И я марал чернилами бумагу, как будто побеждал ее в борьбе. Когда судьба пробила 37 и брызжила бесславных 38, мне чудилось, трагическая осень мне начало набрасывать тень. Но вот, как вызов в суд или в собес, к стеклу прижался желтый лист осенний. И я прочел на бланке ты не гений, коротенькую весточку с небес. Я выглянул в окошко, но нельзя ж, чтоб в этот час, чтоб в этот миг ухода нисколько не испортилась погода, ничуть не перестроился пейзаж. Все было прежним. Лужи на крыльце, привычный контур мусорного бака, и у забора писала собака с застенчивой улыбкой на лице. Все так же тупо пялился в окно знакомый голубь, толстый и жеманный. И жизнь не перестала быть желанной от страшного прозрения моего. Да, спасибо вам за замечательное прочтение и за выбор ваших авторов. Я видела вашу Есенинскую программу. И первое, что меня удивило, просто поразило, вот ваша непохожесть, несхожесть внешняя с поэтом. Вы там вообще какой-то, ну, как это по-простому сказать, почти что цыган. Вот, внешне. Но исполнение тоже замечательное, оригинальное. Вот не хотите ли что-то из Есенина или из Маяковского почитать? Мне очень нравится ваше чтение и произведение Маяковского. Про скрипку. Давайте из Есенина лучше. Сейчас ближе прилетело. Давайте. Глупое сердце. Не бейся. Все мы обмануты счастьем. Нищий лишь просит участие. Глупое сердце. Не бейся. Все мы порою, как дети, часто смеемся и плачем, выпали нам на свете радости и неудачи. Глупое сердце. Не бейся. Многие видел я страны. Счастье искал повсюду. Только у дел желанной больше искать не буду. Глупое сердце. Не бейся. Месяца желтые чары льют по каштанам в пролезь. Лаля, склонясь на шальвар, я под чадрою укроюсь. Глупое сердце. Не бейся. Жизнь не совсем обманула. Новый нальемся силой. Сердце. Ты хоть бы заснула здесь на коленях у милой. Жизнь не совсем обманула. Может и нас отметит рок, что течет лавиной и на любовь ответит песнею соловиной. Глупое сердце. Не бейся. Спасибо. Я вот читала отзыв одного молодого человека на ваши программы. И он пишет о том, что ему захотелось почитать, познакомиться с произведениями тех авторов, которых вы уже раскрыли перед зрителем. И вот я как библиотекарь хочу вам сказать огромное спасибо за то, что вы выращиваете и настоящих читателей. Вот видите, молодой человек, ему захотелось перечитать, а настоящий читатель это как раз не тот, который читает, а тот, который перечитывает, открывая для себя вновь и вновь новые смыслы. Идешь с работой. Так что огромное вам спасибо. В одном интервью вы сказали, что для вас главное не в каком месте, в столице или в провинции жить, а главное те люди, которые вас окружают, и человеческие встречи. И вот у каждого из нас бывают какие-то очень судьбоносные встречи. И вот я хотела бы, чтобы вы поделились с нашими читателями и назвали несколько имен тех людей, которые оказали на вас большое влияние. Их много. И это люди, с которыми зачастую я сейчас уже внешне не общаюсь, но внутри себя числю их в моем пространстве. То есть память об этих встречах, об этих контактах, она глубоко, и она дала корни, и она дает всходы. И из последних, наверное, я бы с удовольствием вспомнил работу с приезжим режиссером Петром Васильевым, который бы сейчас поставил спектакль под названием «Барин, Полина и Петух». У меня очень интересное отношение к этому человеку. Мы с ним примерно одного возраста, очень разные судьбы, потому что и он, и я театра, но он довольно давно начал режиссерский путь и интенсивно ставит. Я видел его разные спектакли. Скажу откровенно, что-то мне очень нравится, что-то во мне оставляет больше вопросов, чем каких-то внятных эмоций, но мне однозначно очень дорого находиться в его творческом поле. То есть просто присутствовать рядом с человеком, в котором идет постоянная внутренняя интенсивнейшая жизнь. Вне зависимости от того, что получается, что не получается в его работе. Такое я встречаю не часто по жизни. У этого процесса есть свой огромный магнетизм. Хотя он может быть совершен... Этот магнетизм может быть не обращен на людей. То есть Петр Васильев не слишком общительный человек. У него вектор больше в себя такой. Он постоянно какая-то кузница работает, что-то выковывается, выковывается и просто рядом с этим находиться. Это очень плодотворно. Как будто заряжаешься такой энергией. Также передам привет Александру Яничеку, композитору нашего Архангельского театра кукол, точно так же нахождение в его творческом поле для меня полезно. Моим родителям, конечно же. Потому что работа, не работа, общение, не общение, но я нахожусь в связи с их судьбой, в тесной связи с их судьбой. Мне это дорого. Да, вы как-то заметили, что стихи полюбили вы так же и через исполнение произведений поэтических вашим отцом. Я хочу сказать, что я тоже очень люблю и помню, как Михаил Логинов читал стихи. Я тогда была просто поражена. Как это можно выйти и Пушкина рассказывать так, как будто это не Пушкин сочинил, а вот эти строчки сейчас на твоих глазах рождаются у артиста. И что это даже вовсе и не артист может быть. И настолько всё проникновенно и здорово. А ведь искусство художественного слова искусство непростое. И я всегда сожалею о том, что многие на него махнули рукой. А зрителям это нужно. Ведь вот вы собираете полные залы и я знаю, что другие исполнители. И у нас не так много и среди популярных столичных актёров, мастеров художественного слова. Всё меньше. Да, вот ранга Светланы Крючковой, которая ничего такого лишнего не делает. Нельзя сказать, что она такая шокирующая красавица. Она уже человек в возрасте. Но настолько это всё интересно, как она читает Цветаеву, Ахматову. Да кого не возьми. То есть вот спасибо вам и вашему отцу Михаилу Логинову за искусство художественного слова. За эту традицию. За эту традицию. Что вы её продолжаете. Вот мы живём в быстро меняющемся мире. И самое главное – уметь адаптироваться, подстраиваться под те изменения, которые под вызовы времени, которые это время нам и преподносит. И вот скажите, пожалуйста, как для вас происходит адаптация к новым вызовам? И легко вам это делать? Или может быть и не очень легко? А вы имеете в виду вызовы какого? То есть мир очень быстро меняется и зритель меняется. И вы это замечаете? Возможно. Молодёжь совсем другая стала. Она не лучше и не хуже, но она другая. Я бы так сказал. Для формирования такого ощущения мне не хватает обратной связи от зрителя. То есть всё-таки встреча со зрителем у меня происходит в режиме «Я выступаю, меня воспринимают». Нечасто что-то в ответ прилетает. Молодёжь, как и люди всех других поколений, разная. Да, есть какие-то тенденции, они могут нам больше, меньше нравиться. Но разная. Ко мне ходят на выступления люди откровенно студенческого возраста. То есть есть люди, которым интересно и театральность, и искусство, и духовный поиск. Меняются. Все постоянно меняются. Я думаю, ничего такого беспрецедентного здесь не происходит. Успеваю ли я к этому адаптироваться? Не знаю. Для меня, наверное, более значимо успевать быть равным самому себе, чтобы форма соответствовала содержанию. Ну и стяжать последствия того, что я делаю или не делаю по жизни. Вот. То есть вот раньше вы, наверное, с удовольствием проводили корпоративы. Сейчас вы этим не занимаетесь. Нет. А почему? Каждый хорош в том, в чем он хорош, наверное. У меня было в моей практике пара-тройка очень хороших проведений свадеб. Но там речь шла о проведении свадеб для друзей. То есть это было личностно окрашено. А вообще мне неорганично в этой среде. Я хорошо отношусь к празднующим людям. Но мне кажется, что я гораздо уместнее в других каких-то своих проявлениях, чем как ведущий корпоративов. Поэтому я отказался от этого. Да, вопрос сейчас, наверное, больше в верности тому, что я себе выбрал, а не в том, чтобы бесконечно держать нос по ветру и ловить какие-то новые тенденции. Но у меня вот из новых тенденций я в Инстаграме начал публиковать свои какие-то записи. Это для меня поступок. Да, то есть любое дело, оно требует абсолютного погружения. Вас, наверное, просто на это не было. Ну и желания уже не осталось. Но и столько сил отдавать. Но вот один из вызовов времени раньше же не было столько ведущих различных семейных праздников. Никто к этому и не стремился. Просто в каждой компании появлялся свой тамада, который всех веселил. Да, по-человечески всё это очень. Кто у нас самый радостный? А сейчас у нас, если не пригласить профессионального ведущего, то вроде как бы и не праздник. А знаете, а мне кажется, что эта традиция скоро отойдёт. Мне почему-то кажется, что люди чуть-чуть уже устали от этого формата, от того, что нас постоянно кто-то веселит. Я вот, например, с интересом узнаю о том, что появляются пары, которые, бракосочетаясь, предлагают гостям делать подарки, например, кормом для домашних животных. И потом весь этот свадебный архив они просто передают в какой-нибудь питомник для собак. Ну, прекрасно, на мой взгляд. То есть, все эти безумные павлиньи траты, которые на свадьбу люди бросают, взять и перевести во что-то здесь сейчас значимое. Я всячески приветствую такой альтернативный способ проведения праздников. Мне нравится. Хорошо, идём дальше. Все мы знаем, что театр – это синтез многих искусств, которые вступают во взаимодействие друг с другом. И вы очень театральный человек. И сочиняете музыку, которая звучит не только на ваших спектаклях, но и в спектаклях других режиссёров и в других городах. Создаёте авторские программы, полностью авторские программы. То есть, вы пишете тексты и создаёте свои спектакли. И сами же их исполняете. И вот, хотелось бы послушать ваши поэтические или прозаические творения. Давайте послушаем. Буквально последняя песня, которая у меня сочинилась. Эдакий манифест поэтической увлечённости. Понимание того, что от меня, как от человека, остаётся здесь, в реальной реальности, и сколько уносится куда-то туда. Зачем уносится? Ну, это следующий вопрос. Плеяды, да? Это звёздное скопление в созвездии Тельца, если я не ошибаюсь. Поправьте меня, астроном. Путешествие к Плеядам называется песенкой. Ключ на старт, пора лететь. Удивительное рядом Путешествие к Плеядам Это Выход Или Смерть Так Внезапно Нелогично Так Спонтанно И Порочно Вдруг Душа Зайдётся Кличем В Непроглядный Час Полночный Это Звёзды За пределы Сердце Выманили Взглядом Я Готов Покинуть Тело И Лететь К Своим Плеядам Ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла-ла- Я дианской птицы, что не в силах угнездиться В жизни ни с одной из вас облетает наносное Так легко и беспощадно каждый дом и все земное Для меня лишь старт-площадка Звездный свет уловлен словом, я отравлен этим ядом Я хочу опять и снова путешествовать к плеядам Не держи на сердце грусть Обезвинно улетевшим, знай, крылатым или пешим Я сюда еще вернусь Женской лаской, детским смехом Привлечен из тьмы морозной Я вернусь на землю эхом И растаю пылью звездной Пусть сначала будет сложно Вы привыкнете к нарядам Дивных птиц, которым можно путешествовать к плеядам Мир окажется огромным А пока влюбленным взглядом Ты следи, как орионом Я стремлюсь к своим плеядам Поступают вопросы от наших зрителей, от наших читателей. Вот Любовь Беляева спрашивает, над какой программой вы работаете сейчас? И просит что-нибудь прочесть из своего. Вот этот вопрос мы как раз предупредили. Своё было исполнено. Сейчас в работе три проекта по авторским произведениям, в смысле по чужим. Ильф и Петров «12 стульев». Не знаю, что будет за компиляция. Поживём, посмотрим. Премьера должна будет состояться в сентябре, если ничто не изменит наши планы, в музее Плотниковой. Левитанский. Программа по стихам Юрия Левитанского. С трепетом работаю над этим материалом. Это для меня мечта особенная. Пушкин. Программа под названием «Я памятник себе». В общем-то, сквозная тема этой программы будет именно развенчивание образа классического Пушкина. До Пушкина хулигана. Жизнелюба. В общем, на мой взгляд, живого и здорового Александра Сергеевича. Ну и свои вещи, да, сочиняется постоянно что-то новое, чему я несказанно рад. Вообще для меня это, наверное, самое значимое достижение в творческой жизни. Сейчас я работаю над скоморожским циклом под названием «День дурака». Опыт моих последних месяцев жизни будет там отображен. Приходите, посмотрим, что получится. Спасибо. Есть еще вопросы. Вот Александра Седлецкая спрашивает. Любите ли вы современную поэзию? Каких можете назвать, может быть, современных поэтов? Или еще до этого руки не дошли? Здравствуй, Саша. Люблю я разную поэзию. Современную, несовременную. Лишь бы пронзительно было. Лишь бы был момент некоего откровения. А как у Михаила Логинова в одном из стихотворений сказано, «И только избранным дано понять, что слово «откровение» пахнет кровью». В этом смысле не имеет значения, современная это поэзия или нет. Поэтому люблю яркую, самобытную, настоящую поэзию. Вот тебе ответ. Ну и как раз я тоже хотела вас спросить о ваших творческих планах на новый сезон. Но вы уже ответили. Да, уже получилось. Это замечательный там у вас автор. Сегодня, кстати, очень многие современные, даже детские писатели показывают Пушкина совершенно с другой, с такой не статичной, не с классической точки зрения. И мы вот, готовя с нашими читателями «Пушкинский день России», тоже выбирали для прочтения веселые рассказы о Пушкине. Например, рассказы Марии Бершацкой. Есть такая современная детская писательница. Ну, наша программа подходит к концу. И в завершении я хочу вас спросить, как вы формулируете ваш жизненный девиз, ваше кредо? И что вы пожелаете нашим зрителям, читателям? Когда-то, относительно недавно, у меня этот вопрос задали, и я с готовностью сказал «делай, что должно, и будь, что будет». Девиз Д'Артаньяна, если я не ошибаюсь. Надо делать, что надо, и пусть будет, что будет. Сейчас для меня это имеет, скажем так, более какой-то детальный смысл, более конкретный, более частный. А, черепаха Тартилла. «Будь веселым, дерзким, шумным, драться надо так дерись». Вот я бы еще вот это сюда добавил, как жизненная кредо. Ну, потому что, как мы еще проявимся в этой жизни, если не через взаимодействие с другими людьми? А это самопроявление, оно нам необходимо, как самопознание, самоисследование. Дело не в том, чтобы там яркий след оставить где-то, хотя это интересно. Как там у Филатова? Сейчас я попробую вспомнить. Ладно, мимо. Про заполнить хоть чьи-нибудь глаза, хоть сколь-нибудь собой. Вот мне так это понравилось. Заполнить хоть чьи-нибудь глаза, хоть сколь-нибудь собой. Про желание состояться в чужой жизни, а не только в своей. Очень красиво. И мудро. Да. Вот это к вопросу, любишь ли современную поэзию. Мне кажется, поэзия – это замечательный способ сформулировать что-то такое, чего в обычной, в бытовой речи не сформулируешь. Поэтому, когда люди эти прорывы совершают, и это в слове запечатлевается, вот это замечательно. Это труд, ради которого вообще всей этой поэзией стоит заниматься. А вы счастливый человек? Да. Да. Потому что вы состоялись в профессии, и продолжаете творить, придумывать что-то новое, да? У вас замечательная семья, вы молодец, у вас трое детей, да? Я тот еще молодец, сказал бы я. Я счастлив, наверное, в первую очередь, потому что меня окружают замечательные люди. Да. То есть, взаимодействуя с которыми, мне очень органично развиваться, участвовать в ближних. Вот. Ну и вообще грех жаловаться. Поэтому будьте счастливы, люди. Радуйтесь тому, что с вами происходит. Пусть оно происходит. Да, вот это ваше пожелание. Пожелание, да, пожелал. Мы многое могли бы еще у вас, Илья, спросить, но я думаю, что вы у нас в гостях не последний раз. Бумдаст. Мы и в режиме офлайн с вами встречались, и наши читатели были очень вам благодарны за эту встречу. И мы обязательно будем приходить на ваши спектакли, и детские, и спектакли литературные для взрослых. Так что будем завершать нашу программу «Авторитет имени Открытая гостиная». До новых встреч, дорогие друзья. Еще раз спасибо нашему гостю Илье Логинову. Спасибо вам огромное. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!